Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд и в рубрике лаборатория политического и военного анализа, сокращенно лаборатория пива. С вами Юрий Гемельфарк. Александр Глушенко. Сань, вот помнишь, когда желтые жилеты там устраивали свои безобразия в Париже, у нас на телеэкранах все время риторически повторяли. Вы что, хотите как во Франции? Так вот, интересно. Давайте поговорим о Франции. Бывший президент Франции Николя Саркази, которому сейчас 66 лет почти ровесник Владимира Владимировича Путина, он осужден на три года по обвинению в коррупции и торговле влиянии, и значит минимум один год он должен будет реально провести в тюрьме, а плюс два года это условный срок. Он признан виновным в подкупе сотрудника касационного суда, от которого Саркази пытался получить информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании. При этом по делу проходят еще двое. Адвокат и друг президента Тьерри Эрцог, а также бывший прокурор при касационном суде Жильбер Азибер. Всем троим были предъявлены обвинения в июле 2014 года. Так вот, Саша, тут интересно, что теперь будут говорить пропагандоны с центральных телеканалов. Хотите ли вы, как во Франции? Честно, если я выражаю мое оценочное суждение, да. Я прямо горю нетерпением, скажем так, когда у нас начнется вот это вот, понимаешь? Потому что уже загибать пальцы, кто сколько взял взяток, и кто сколько украл, и кто кого куда продвинул. А у меня столько пальцев нет. Вот, ну, я что и говорю, уже на ногах не хватает. Просто мы прекрасно знаем ситуацию, прекрасно знаем положение дел, прекрасно знаем, кто каким образом наживается, кто за что берет, какие взятки, кто кого продвигает во власть, кто кого продвигает в исполнительную, в законодательную власть, чем занимаются великие прокуроры. Я уже сейчас перечислил столько, что уже не хватает. Да я тебе больше скажу. Я тебя процитирую. Помнишь, мы делали с тобой несколько, это был не один репортаж, это было несколько репортажей, в которых ты прайс-лист называл, сколько стоит очередная звездочка в правоохранительных органах. Ну, ты уже, ребята, это до анекдот уже доходит. Прайсы существуют. Это все идет из первых рук. Из первых рук. От тех людей, с которыми я просто общаюсь, чисто снимаю трубку и начинаю разговаривать. А это сколько, а это сколько, а это сколько. Там причем еще в разных службах по-разному прайс-листы построены. У прокуроров свое, у следователей свое, у ментов свое, а среди ментов еще они делятся на ППСников, ГАИшников, то же самое, оперов и так далее. И везде есть ясно, четко установленные прайс-листы. И система просто, она таким образом выстроена и поддерживается в таком состоянии, потому что иначе бы начальство не получало никаких откатов там, никаких этих всех ништяков своих. А там, вот, пожалуйста, и президент страны, бывший, в свое время поинтересовался, поинтересовался только делом о коррупции, которую на него завели. И вот за то, что он сунул нос в дела следователя, его за это дело или прокурор... Три года. Три года. Причем и прокурор получает, и его адвокат получает. При этом, вот, интересная ситуация. Ну вот, я уверен, я убежден, что сейчас в комментариях начнут писать что-то типа, это французы, это дикари, у нас на такое даже внимания бы не обратили. Вот что. Я готов побиться об закон, что люди действительно думают так, что, ё-моё, да это дикость какая-то. Ну, многие люди просто думают, железно, четко настроены на то, что нужно прийти. Люди идут на высокие должности не для того, чтобы решать государственные проблемы, не для того, чтобы решать человеческие вопросы, благополучие окружающих людей, жителей, там, населения, граждан и так далее. А идут, просто у многих заложено уже в подкорку, заложено в сознании, что человек, приходящий на большую должность, на серьезную должность, неважно, там, крупный чиновник, министр, депутат, президент, вице-президент или еще кто-то, речь идет исключительно о том, что это как бы сама цель, это вот главная задача, прийти туда, где идут денежные потоки, где можно эти денежные потоки разворовать, где их можно присвоить и где можно с людей брать взятие. Я тебе напомню, что вот самый первый вопрос оппонентов, вот наших с тобой оппонентов, когда мы говорим, ну, ребят, ну, вот Навальный, он разоблачает эту коррупцию, он разоблачает то, что ворует. Какой первый вопрос? А ты бы не воровал, если был бы на первом месте? Я больше того тебе скажу, вот несколько лет назад я еще был в России, бытовала шутка, над ней очень весело смеялись. Я хочу стать президентом на три месяца. Первый месяц я обеспечу семью, второй месяц я обеспечу всех остальных родственников, третий месяц я обеспечу друзей, после чего я подам в отставку. Ха-ха-ха, давайте вместе посмеемся. При этом ты понимаешь, это действительно в этой шутке, действительно только дури шутки. Вы понимаете, ребята, до какой степени у нас уже вывихнуто сознание в стране. Да, а вот эти различного рода законы о неприкосновенности действующего президента, бывшего президента, они уже вошли в Конституцию. То есть эти законы принимаются на конституционном уровне. То есть он не может быть привлечен никакой ответственности по этой самой Конституции. Конечно, понятно. Если к власти придет когда-нибудь, господи, не знаю, только перегреститься осталось, честный, порядочный человек, который будет бороться с коррупцией, естественно, этот пункт в Конституции будет изъят. Я тебе больше скажу. Переучреждать страну придется вообще созывать Конституционное собрание и принимать новую Конституцию. А вот все эти законоиды, принятые под Путина, они будут похерены. Это я не ругаюсь, это выражение такое есть в русском языке. А как по ним жить? А никак. А никак, это невозможно. И действительно, вот меня сейчас спроси, ты хочешь как во Франции? Я скажу, да, я хочу как во Франции. Я хочу, чтобы президент не воровал. И не строил себе там аквадискотеки с подземными шахтами и так далее. Да, я этого хочу. Ты понимаешь? И я тебе больше скажу. Ты понимаешь, вот я привел, тебя процитировал, что существует прайс-лист за звание. А вы знаете, дорогие друзья, что существует прайс-лист за то, что за диссертацией. Он тоже существует. Прайс-лист за государственные должности. Это все есть. Однозначно. Однозначно. Это все работает, система просто налажена, она взаимосвязана между собой. Потому что, допустим, без ведома какого-нибудь крупного чиновника на одну чиновничью должность не попадешь. Без ведома, например, того же губернатора стать чиновником областного правительства нельзя. Без ведома... Да даже те же депутатские должности. Конечно. Ведь сколько было уже выступлений, что в Госдуму место в Государственной Думе по результатам выборов стоит столько, 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 столько. Блин, каждый год меняется. Постоянно прайс растет, и руководитель какой-нибудь думской фракции, скажем, какая-нибудь ЛДПР, ясно, четко вызывает к себе человека и говорит, так, в депутаты пойдешь, пойдешь, 200 миллионов вот сюда положи, и мы тебя продвинем. И продвигаем по партийному списку. Да, и это так оно и есть. И вы понимаете, ребята, мы вот сейчас, если мы начнем называть расценки конкретные, ну, во-первых, это будет формально нарушением закона и пропагандой, так сказать, преступления, поэтому мы этого не делаем. Но ведь вы понимаете, что это секрет-то Полишинеля? Вот в чем дело. И здесь ломать это надо, вот именно всю эту коррупционную систему. Вот, Саш, и вот в заключение я хочу задать такой вопрос. А вот не кажется ли тебе, что вот все эти законоиды, принимаемые о неприкосновенности того, сего, пятого, десятого, это фактически расписка в том, что действительно коррупция в России стала системообразующим фактором? То есть все-таки у них в голове верится, а вдруг придет честный человек и заставит вас отвечать? Это однозначно и естественно. И не случайно первым законом, но, правда, не на конституционном уровне, а одним из первых законов, которые принял Путин, когда пришел к власти, сменив Ельцина. А Ельцин поураганил будь здоров в свое время. Я не хочу сказать, что он вор и взяточник, но, извините. Семейка его поураганила по выражению Владимира Владимировича. Во-вторых, все эти войны, которые привели к серьезным экономическим кризисам и так далее, то, что он развязывал там постоянно. Первый закон, который принял Путин, видимо, такое условие перед ним ставилось, связанное с его назначением преемником, что немедленно тут же принять закон по неприкосновенности президента. А сейчас это уже воткнули в Конституцию. А вот почему-то Франция, страна с демократическими традициями, с серьезными демократическими традициями, не случайно она называется Пятая Республика, они уже пятый раз приходят в демократической форме правления президентской республики, она этих законов не принимает. И вот этого Саркази взяли за задницу, и все, за цуны, и все, нормально. Согласен. Подытоживая, я могу высказать наше оценочное суждение. Вот лично мы хотим, как во Франции, но я, как всегда же, напоминаю, друзья, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok